В России хотят снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму сегодня, 13 декабря, пишут «Известия». Напомним, сейчас пенсионный возраст у мужчин начинается в 65 лет, а у женщин – в 60. Мужчины со страховым стажем от 42 лет и женщины, у которых он составляет не менее 37, имеют право выйти на заслуженный отдых на два года раньше. Однако, по мнению авторов инициативы, большинство выпускников вузов и техникумов устраиваются на работу лишь к 23-24 годам, из-за чего теряют возможность выйти на пенсию досрочно. Чтобы разрешить этот нюанс, депутаты предлагают установить страховой стаж в 32 года для женщин и 37 для мужчин. Выпускница Абаканской первой школы Екатерина Бондаренко оказалась в числе юных талантов России. Она стала лауреатом первой степени Международного детского фестиваля конкурса национальной патриотической песни «Юные таланты» имени Иосифа Кобзона в Москве, сообщает городская мэрия. Конкурс проходил в рамках проекта «Красная гвоздика. Дети». Девушка прошла отборочный онлайн-этап, вошла в число дипломантов в номинации «Солисты» и получила право участвовать в финале. Катя исполнила песню на музыку и стихи Булата Акуджавы «Виноградная косточка». Лисица с добычей попалась в объектив в фотоловушке. Рыжая хвостатая запечатлена с уловом в зубах на территории Саяно-Шушенского заповедника. Специалисты охраняемой территории отмечают, что плутовка здесь встречается нечасто, а оттого полученные кадры имеют особую ценность. Лисы считаются великолепными мастерами охоты, известны своей изощренностью и ловкостью в достижении желаемых целей. В конце января у хищников начнется брачный период. Лисицы привлекают к себе необходимое внимание голосом, а за одной самкой могут бегать сразу пять или даже шесть самцов. Драки в этом случае неизбежное явление комментируют инспекторы заповедника. Пару создает всегда победитель, но он заботится о своей подруге и занимается благоустройством норы.